Все, началось? Как в меме, ну нахер, типа. Ребаты, шейк-терез го, погнали. Полувыздоровевший. У меня просто картридж влево-право двигается. То есть какой бы я картридж не воткнул, такие же, как я, кретинок, я не чувствовал пробития. Бля-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я! Татуровать ничего, наверное, не получится. И из-за такого прогресса мы как будто бы упираемся в... Всем привет, меня зовут Кайли, и у меня сегодня на обзоре машинка от Inkin, новенькая модель InkFlex. Особенности этой машинки состоят в итоге в том, что у нее автоматически автоматическая смена вылета конкретной эксцентрика и ребята добавили сюда еще и полезную штуку таймер и ребята добавили клевую штуку типа таймера когда у тебя сеансы условно стоят там 5000 за час такая абстрактная какая-то сумма и тебе удобно считать что у тебя типа 90 минут прошло полтора часа ты такой с вас семь с половиной тысяч вот вот столько давай да это первый плюсик с эксцентриком с таймером 2 плюсик очень огромный и вообще титанический великий который ребята прорывной я бы даже сказал сделали это режим пульсации которые помогает делать очень мягко dotwork не снижая вольтаж после двойного нажатия включения тут появится такая вот штука типа lk и их 9 это то есть режим можно менять то есть ты включил машинку но если слышно она работает пульсами это как раз штука предназначена для того чтобы делать вот эти точечки випшейдинги тенюшечки интересные клевые обычно на каких-нибудь штатных самых дешманских машинках тебе нужно было понизить там вольтаж до пяти до четырех это очень медленная работа и тебе приходится сидеть очень долго долго-долго эти точечки напылять чтобы сделать какую-то клевую картину здесь этого нет ребята решили эту проблему переменным включением и отключением двигателя то есть он включается на секунду выключается на секунду и пока он разогнался эту секунду выключенную он работает из-за чего работа сама удваивается в скорости если не утраивается вот так же на этом же режиме пульсации их тут 9 разных абсолютно для випшейдинга для датворка для ребят которые грейвошами интересно работают чтобы не оставались пикселей можно сделать в целом очень интересная история и очень скоро попробую пока что у меня всякие цветные сеансы шли это все время и я не получился меня застать эту функцию в полной мере но отмечу что очень клевая стабилизация эксцентрика здесь достигнута не знаю за счет чего возможно из-за конструкции сейчас я покажу ее по строку конкретно эксцентрика у нас тут идет такой типа незамысловатые интересные конструкции то есть и во время работы тебе не нужно разбирать машинку чтобы поменять длину эксцентрика который будет это все дело толкать очень удобно очень клево из-за этой высокой стабилизации очень клево вести контура то есть даже какие там дебильные плохие дешманские иголки бы ни были вот это вот люфта иголки в разные стороны его нет и отмечу также ребята сделали для себя картриджи ну своей фирмы то есть и они очень клево конкретно между собой в синергии такой называемый откалиброваны то есть когда я меняю контурную иголочку там 5 рл q она у меня там я выставил вылет на 3 секунды то есть на 3 миллиметра у нас получается так что я беру второй картридж 10 11 rs втыкаю и он тоже на 3 миллиметра то есть какой бы картридж не воткнул не изменив положение машинки там всегда будет 3 миллиметра на каждом картридже и это еще больше ускоряет работу особенно при больших каких-то масштабах когда у тебя там много иголок разложено и тебе нужно постоянно крутить 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 этот вылет и в общем это для меня прям победа я думал как раз о том что из-за того что она тихая возможно у нее какой-то очень-очень слабый мотор вот но когда я сейчас взял ее потестить и видно уже кусочек типа готовых контуров это все однопроходно очень быстро красится и вообще вопрос сейчас вот даже из-за того что накрасить быстрее не такая сильная травматизация прям на кожи то есть она прям прокрашивает не так сильно травматизируя кожу и конечно что это не может не радовать потому что из-за низкой такой травматизации получается заживает кожи то все таки быстрее из-за того что она заживает быстрее мы можем сравнить уже потом качество работы на зажившем и они будут конкретно очень сильно отличаться друг от друга я начал сеансе и как всегда с контуров вот ну картридж такой на серьезных шахмачил там проводить контур и я не чувствовал пробитие кожи конкретно иголкой меня это насторожило я стираю короче ну подтеки краски смотрю а там просто как будто маркером провели этот контур я такой вау почему нет ни вибрации ничего такого хотя кожа сильно достаточно натянута нет вот этих дребезжаний там и так далее и тому подобное ну отклика то есть от кожи нету супер сильно удивился давай думаю возьму какую-то прям большую картридж проверю у меня была вот такая огромная 14 раз к я провел ей контур и там тоже никакого отклика от кожи конкретно пробития и эту эту кублин наверное это будет очень сложно для особенно новичков в татуировке которые взяли машинку провели не почувствовали ничего типа и очень медленно начали вести и вспахали нафиг всю кожу мотор очень-очень мощный мощнее чем вот в этой машинке в той машинке еще которым не было наверное из-за высоких оборотов он вот дает такой эффект что ты вообще не чувствуешь вибрации от кожи и она прокрашивается единомоментно то есть воткнул провел все закрасил магнуме тоже также ты воткнул лево-право-лево-право прошел там 5 сантиметров я все покрашено полностью по минусам уже пройдемся тогда сразу в машинке ребята сделали ее матовый все бы ничего матовый красиво так прикольно не блестит ничего не пачкается не марается там на фотографиях там фоткаешь все клево классно но прикол в том что когда ты мотаешь на матовую эту шуршавую штуку бандаж бандаж слетает просто как будто соскальзывает он не держится ни за что здесь вот это все глянцевая липкая здесь шершавая и скользючая такое вот и я в мотал пленку просто пищевую стричь мотал мотал потом все это бандажом она все эти разные стороны разряжается это мне очень не понравилось вот но эту проблему решить супер быстро просто сделать глянцевое покрытие второй прикол конкретно конструкции машинок вот я взял свою обычную типа что это у нас x-net и инкин сама машинка и конструкционно и по мощности по всему остальному меня устраивает очень клево лучше чем все остальное чем что у меня было но прикол в том что здесь у нас конкретного здесь в этой дешевые машиночки у нас обязательно сейчас печатать прикол в этой машинке это дешевые в том что конструкция максимально упрощенная и конкретно здесь где у нас идет толкатель куда втыкается задняя часть картриджа просто как бы ограничен вот этим вот пространством и у нас туда ничего не попадает условно даже если порвалась какая-то мембрана в картридже у тебя попадает вот в этот стоппер и ты можешь оттуда все вычистить как бы снять кожух вот конкретно 2 его тоже засухожарить если есть такая необходимость то здесь у нас прикол произошел такой что у нас то стоппер этот есть но он с двух сторон у него есть отверстие то есть вся краска которая типа с кровью с лимфой может при порванном картридже выйти наружу она попадает внутрь сразу короче все это была фигня насчет того что туда попадает краска оказывается она туда не попадает и тут механизм немножечко другой оказалось что по итогу то здесь толкает картридж не вот такой вот железный пин толкает картридж сначала пин толкает слайдер и внутри этого слайдера уже толкает сам слайдер картридж его сейчас отодвину может видно будет и когда включу вот так вот то он сдвинется в итоге картридж толкает слайдером и я еще не видел чтобы слайдеры были конкретно в пенах я видел отдельно просто машинки знаешь которые появились роторы после индукций которые были слайдерами пластиковыми катались туда-сюда и толкали непосредственно иголку вперед-назад поступательные движения делали а тут этот механизм они сделали внутри пена это клёво это вообще наверное именно из-за этого нет вообще никакого звука потому что на прошлом моем слайдере именно который был не пен а просто машинка куда вставлять держак куда вставляешь иголку она тоже особо бесшумная была здесь повторили этот механизм просто форм-факторе пена и в итоге туда ничего не попадает и именно как раз этот слайдер действует как пластиковый такой стоппер все остальное прям чики-пуки а вот это помарочка я бы его конечно про официальные представители конкретно данного бренда в россии это тату 3000 с этим брендом сын кин мы познакомились на питерской 21 тату конвенции вообще случайно познакомились я проходил на стейдж чтобы показать свои работы зарегистрировать к фестивалю то есть ребята стояли в маленьком боксе отдельно конкретно типа инкин у них был боксик из разряда три на три метра я подхожу дайте пощупать посмотреть я очень общительный типа что как воу клёво отдай картридж отдай то я все это потестил я все это потестил написал ну фидбэк мы познакомились с ребятами очень клёвые ребята и конкретно вот эту машинку можно будет уже к моменту выпуска видео через примерно неделю наверное купить авто тут 3000 с остальной продукции этих ребят тоже можно познакомиться авто 3000 просто советую взять все все по чуть-чуть у них всяких фишечек клёвых даже на картридже есть такие типа силиконовые насадочки которые делают вашу работу еще более комфортной особенно если это какие-то тоненькие контурочки которые прям нужно контролировать и брать вот не просто машинку держать а прям держать и вот так вот очень клёво всяких безделушек мелких еще есть которые придумали которых ни у кого нет это просто сидишь и думаешь это как это возможно в общем ребята молодцы просто большой стопроцентный вот такой респект пока что да я прям могу сказать что это супер классно клёво прекрасно добавить меня вообще нечего все всем пока советую эту машинку всем